Добрый вечер, добрый вечер. Благодарим вас за то, что вы здесь, с нами. Делитесь с вами. Я всегда с вами. Благодарим за комментарии сегодняшнего времени. Спасибо вам большое. Вы тоже купались? Ну да, я в белой шапочке. А, да-да, вы точно, да. Молодец. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Нормально. Было тяжело потом, во время пути в обратную комнату. Правильно. Нормально. Потом горячая ванна, продолжение лекции. И когда... Ну, на самом деле, только завтра вы уже почувствуете себя хорошо. Сегодня идет, вот после такой нагрузки, сегодня идет, будет адаптация. Весь день и всю ночь еще надо очень тепло укутаться, чтобы когда спать. Да. А завтра уже будьте такой... Когда вы поживали счастья сегодня, да? Да, у меня вообще с небес такой фонтан, фонтан, просто золотой. Ну, фонтан, это такой водопад золотой. Ну, потому что вы очистились, вы видите, вы в воде, в ледяной, 10 минут стояли. Конечно, это нереальный аскез. Да, да. У меня... Но вы все равно вас немножко подпотряхивали, да? Это волнение сейчас. Ага, хорошо. Мой вопрос требует небольшого такого предисловия. Я называлась без отца, были два отчина у моей семьи, да? Но у матери так и не сложилось построить отношения, и в результате у меня не было видения правильных взаимоотношений. Сама вышла замуж неосознанно, по незнанию, как правильно... Поднимите руку, кто по знанию выходит замуж? Хоть один человек из познания вышел бы замуж? Прямо, осознанно, кто вышел замуж? Никто, Вики, ни один человек. Вот она, ну, понятно. Прожили почти восемнадцать лет, и потом развелись. Я признаю, что я совершала ошибки, и Господь мягко дал меня по шапке. После чего я отрезвела, наверное, на всю жизнь. А вот вы в проруби сейчас постояли, вот вспоминайте ваши обиды. Они чувствуются или нет? Представляете, так действует ледяная вода, она убирает из сердца обиды полностью. Если человек обижается на кого-то, он поставил в ледяной воде, и они уходят просто из сердца обиды, очищаются в сердце обиды. Вот осенью была обида, а вот уже сейчас уже нет. Сейчас нет, видите, вот так действует ледяная вода, она убирает обиды. Просто обида – это определенный тип энергии. Есть энергия знаний у человека, есть энергия вечности, есть энергия счастья. Энергия вечности очищается с помощью длительного движения, энергия знаний с помощью неподвижного положения тела и с помощью воды. Энергия знаний нагревает человека, неправильная энергия знаний, нагревает обиды, и это вид огня в организме. Когда человек стоит в ледяной воде, вот огонь исчезает из психики. Таким образом свет становится легким, легко становится легким. Ну вот эта вот ситуация в жизни, она меня спасла, то, что Господь мне дал понять кое-что, да? Люблю Бога, стремлюсь к духовному развитию, но рано или поздно уже придется строить новые отношения, правильно? И их надо устраивать как-то. Вот как не попасть в такую вот ловушку деструктивных отношений? Все отношения по природе деструктивные, потому что они связаны с очень сильными желаниями. Вот человек один живет, допустим, у него эти желания не вспыхивают в сердце, но когда мужчина рядом с женщиной находится, женщина рядом с мужчиной вспыхивает сильные желания. Вот, и эти сильные желания, они деструктивно влияют на человека. Но если человек правильно понимает, как строить отношения, а мы об этом сегодня будем говорить, если он понимает, что, допустим, многие люди вообще не понимают, что такое отношения в семье. Допустим, у меня жена до наших отношений слушала мои лекции, я уже 30 лет лекции читаю. И она слушала мои лекции до наших отношений. Вот. Но когда она вышла за меня замуж, то я ей, если что-то советую, она говорит, ты лекции читай, слушайте им лекции свои. Вот. А если я что-то не так делаю, она говорит, лекция такая-то, минута такая-то. Послушай, что умные люди говорят, как мужчина должен себя женщине вести. Она мои лекции хорошо знает, ссылается на них и меня воспитывает через мои лекции. Вот. То есть это семейная жизнь. Там уже ты воспитывать не можешь близкого человека. Ты можешь только через доброту как-то, через поведение правильное, намеки, аккуратно объяснять, что делать, как жить. Потому что отношения любви не терпят энергии знаний. То есть любовь рождает знания сама. Нельзя в любви выяснять отношения. Нельзя пытаться отстаивать свои права. Нужно учиться принимать человека. То есть это очень сложная наука. И если вы эту науку освоите, будете понимать, как правильно, то все равно надо будет пройти определенные стадии. Сначала, все равно, когда появляется близкий человек, у вас же через желание, если бы вы выходили замуж просто, потому что старший вам сказали, да, выйти за такого. И надо еще таких старших найти, которые точно знают за кого-то. Это некоторые так от балды скажут, типа я старший, я говорю вот за него. А потом оказывается, что вы совсем друг к другу не подходите. Ну, то есть сейчас это невыполнимая задача, чтобы не было кармы в отношении. Карма означает желание. Вот тем не нравится человек, я испытываю к нему желание. Это значит, что через это желание от него придет судьба тяжелая ко мне. Вот если ты хочешь сильно квартиру купить, через квартиру придет тяжелая судьба. Надо, чтобы желание успокоилось. А это означает отработка судьбы. Если вы влюбились, там кто-то женился, то сначала будет отработка судьбы. И вы служите человеку, заботитесь, а он наглее. А вам по-моему надо дистанцироваться от него, надо строго себя вести, учиться. Но строгость означает не крупость, а просто дистанция, определенное движение, отдаление от человека. Регулировать отношения. И после этого наступает момент, когда у него в сердце благодарность возникает по отношению к вам, что вы такая хорошая. И с этого момента судьба уже отступает. И тогда легкие отношения, вот этот легкий стиль отношений. Любовные отношения, легкие отношения. Шутки, смерть, доброта. А это очень сложно. Легкие отношения, это очень сложные отношения в семейной жизни. Потому что на поне влияния судьбы тебе еще улыбаться, это не просто так. Вот, поэтому все это возможно, быть счастливой. Но ваш запрос ко мне, я знаю, что вы спрашиваете от меня. Олег Геннадьевич, скажите мне, как выйти замуж так, чтобы не страдать? Это невозможно. Нет, я хочу благостного человека. А благостного человека? Да. Просто у меня критерии немножко поменялись, и это начало развиваться. То есть, когда мне говорят, хочу благостного человека, я всегда вспоминаю анекдот. Два кирпича летят, такие волнуются. Один говорит, ну что же, как же нам быть? А другой говорит, да не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Мы как кирпичи друг для друга, понимаете? Хорошего человека мучить гораздо приятнее. По крайней мере, он очень деликатно на это реагирует. И тогда таким человеком всегда приятно жить. Но хороших людей дает Бог. Олег Геннадьевич не дает. Я могу вам дать мандарин, если хотите. Вот мандарин. Могу потом конфетку. Ну а хорошего человека я могу только благословить. Благословляю вас. Хорошего человека. Бог вам уже давал хорошего человека. Мужа? Не мужа, а человека. Это было в юности. Вы встретили парня очень хорошего. Ну что-то вы как-то так. Ну что бы я молодая была еще и глупая. Но у меня сумма как бы такая, не знаю, любовь до сих пор есть. Любовь до сих пор. Может быть, вам за него выходить? Нет, нет, нет. Это было очень много привычек. Вредных привычек уже стало там время, да? Очень много, много лет. Ладно, хорошо. Тогда этого человека мы забываем. Движемся дальше. Молимся, продолжаем, да, все делаем. Да. И все придет, да? А, вы теперь у меня уже деньги заплачены, где услуги-то. Нет, вы благословили все вначале. Все. Божью помощь. Моя хорошая, да, вот так лучше, лучше это. Я знаю, я понимаю. Не конючить у Бога немедленного человека. Конечно, вот знаете как? Вот представьте, вы в магазин приходите, там товара много, да? И у вас чуть-чуть денег не хватает, то что вы хотите купить. Там есть товар дешевый, но вам не нужен. Вам нужен дорогой. Вот. И когда у вас деньги есть, вы сможете купить? Вот она сомневается. Ну, товар есть, деньги есть. Что мешает? Ну, желание. Не надо. Какая-то хорошая, чтобы его желание, как меня одна девушка спросила, говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Я говорю, когда ваше желание немножко успокоится по отношению к мужчинам, а мужчины, которых вы достойны, немножко подтянутся, сразу выйдите замуж. В этот момент состыковка произойдет. Ну, я не хочу замуж, понимаете? Это там пределы. Нет. Ну, я сейчас не хочу. Сейчас я не хочу. Меня наоборот даже отталкивает вот это. Я боюсь этого. Но когда-то же придется выйти замуж. Когда-то. И поэтому я хочу подготовиться. И поэтому я хочу знать, как это сделать, чтобы были благостные отношения, чтобы не было никаких вот моих ошибок каких-то с моей стороны. И как найти, допустим, я... Нужно, нужно стать смелой. Вы не хотите, потому что вы боитесь опять страданий, да? Ну, успокойтесь. Придет время успокоить. Силы наберетесь. И все. И в это время все будет нормально. Благодарю. Не волнуйтесь. Все будет нормально. Если вы работаете над собой, придет время и все состыкуется. Не бывает такого, чтобы человек работал над собой, и он не получал результат. Обязательно будет результат. Обязательно будет результат. А если у человека встретиться, у него какие-то бредные привычки? Мне это надо будет принять или надо будет... А почему вы думаете, что вам только один встретится? Такая красивая, жизнерадостная, еще немного посядься, будете выбирать. Вот этот бредные привычки, этот, как бы, высокий некрасивый, это красивый, но невысокий. Этот талантливый, но без денег. Этот с деньгами, но немножко неталантливый. Ну, выбираю вот этого. Вы эти выбираете, и будет совершенно полностью людей, но у всех будет что-то хорошее, что-то плохое, и вы будете выбирать. А все абсолютно хорошие мужчины только в раю. На райских планетах там вообще супер. Мы здесь. Про которого вы говорили, как про юность, да? Он с райских планет, да? В прошлой жизни, да, оттуда. Мы не знакомы с ним, потому что у меня вот... А, то есть вы, как бы... У меня очень... Осталась память, да? Осадочек остался? Да. С прошлой жизнью связь. Есть, да? Немножко. Немножко есть. Ну, все, забыли. Все, забыли. Все, благодарю вас за вас. Это было очень сильно. Видите, она меня поймала, какая-то... Я вас так знала. Я не чувствую. Она была вчера желтым одноглазым. А? Она была желтым одноглазым вчера. А, вот это она такая, да? Вот таким была она, да? Я понял. Она на меня набросилась, да? Не сейчас. А вот колокольчик у нас. Как вас зовут еще? Диана. Диана. Она будет громко смеяться на лекции, потому что она работает колокольчиком. Ничего, ничего сразу. Хе-хе-хе. Надо по-настоящему. Ну-ка. Вот. И ловим еще. На колокольчик будет смеяться все. Хорошо. Ваш вопрос? Такие есть люди с нерадостными удивителями. Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, очень приятно Вас видеть. Я первый раз услышал лет 15 назад. Я вообще чудом к вам сюда попал. И я чудом. Мы из Норвегии прилетели. То есть это был тоже путь, если честно. Знаете, почему я вообще приезжаю сюда к вам? Потому что я нашел у себя немножко еврейских кровей. Что я тут чуть-чуть повернулась, что есть. И все, и теперь можно ездить. Евреям везде можно назад, нет проблем. Да? Постараюсь преодолеть волнение. И поскольку лекция Ваша посвящена любви, а не несчастной судьбе, то постараюсь ближе к любви быть. Как полюбить себя, когда ты уже так сильно накосячил? Не надо вообще вот эту идею, тему вот эту полюбить себя. Вообще не культивируйте в своем психике. Потому что это такая очень большая, опасное такое заблуждение колоссальное, которое приводит вообще человека просто к абсолютно беспомощному существованию. Понимаете? Он начинает что-то из себя корчить. Вообще. Знаете, что значит? Никто себя вообще полюбить не может. Потому что любовь – это взаимоотношения, это обмен. Вот человек, допустим, делает что-то хорошее, у него Господь в сердце находится. И он сразу говорит – молодец. И ты такой все слушаешь – вау, я молодец. Вот. Ты сделал что-то плохое? Господь говорит – плохой ты, так нельзя делать. И он такой – вау, так нельзя. И он тогда что делает? Он раскается, говорит – я больше не буду. И Господь говорит – молодец. И он опять – я молодец, потому что я раскается. И вот это называется правильное отношение к себе. Не с собой, а к себе. Потому что ты делаешь так, как Богу нравится. И тогда у тебя счастье в сердце, а есть люди, которые начинают самовнушением заниматься. Там плохо что-то сделал – я хороший все равно, я хороший. Я разок начитался вот о генотренировке. Это было прямо в детстве, мне 12 лет было. И читал Леви «Искусство быть собой». И я сидел, помню, в зале сидел и повторял – я солнце. Я большое светлое солнце. Я сияли. И повторял прямо так громко. И мама зашла в зал и говорит – солнышко, иди посуду помой, пожалуйста. И думал – какая посуда? Я большое светлое солнце. Я освещаю всю землю. Я скоро буду всем радость давать, всем людям на земле. Посуду мыть. Что за фигня вообще? И я понял, что я очень гордый из-за того, что я вот сижу, себе что-то внушаю. На самом деле, чтобы стать солнцем, надо идти и мыть посуду. Надо служить людям, заботиться обо всех. Тогда Господь тебя как солнце оценит. А если ты сам в себе сидишь, что-то оцениваешь, то от этого просто увеличивается гордость и ложное представление о себе как личности. Есть много людей, которые ходят и себя что-то кортят. Но это просто смешно даже смотреть. А на самом деле, когда человек настоящий, он по-другому выглядит. Он приносит радость людям. И это называется, быть самим собой означает радость. Потому что мы по природе очень чистые, светлые все люди на земле. Если ты правильно живешь, ты просто радость всем людям приносишь. И это означает быть самим собой. Радовать Бога в сердце, радовать людей. Быть самим собой. Так-то все вокруг радуются. Я вижу, когда это покажу. Я думаю, что как-то мне, когда я остаюсь один на один, уже я почему-то не радостна. А вы себе радуетесь? Ну, наверное, не знаю. Нет? А вот смотрите, давайте мы кое-что поизучаем. Вот девочка, маленькая девочка, совсем маленькая. Ей 2 годика там. Она еще только себя начинает осознавать. Она ходит. И что она хочет вообще-то? Она хочет, чтобы все смотрели на нее и думали, что она хорошая. Она хорошая. Она постоянно делает так, чтобы она была хорошая. Она не любит, не хочет вообще, чтобы она была плохая. Вот все девочки на земле, маленькие и большие, должны знать, что они хорошие. Это просто природа так работает. Точно так же мальчик маленький, допустим. Он ходит, он всем показывает, что он хороший, да? Нет. Мальчика спросить, ты хороший? Он скажет, нет. Ему все равно, хороший он или плохой. Что ему надо? Ему надо преодолевать трудности, побеждать, добиваться своего. Каждый мужчина, каждый мальчик хочет быть сильным, а не хорошим. Он хочет быть сильным, добиваться своего. Он старается в этом направлении двигаться. И это его счастье. Поэтому мальчику нельзя говорить, что ты слабый. А девочке нельзя говорить, что ты плохая. Если девочка сама себе говорит, что она плохая, это неправильное мышление. Какой психолог? Так результат жизни показывать так, если уже... Да ладно, что бы я на свою жизнь наговариваюсь? Я вижу вашу жизнь, у вас столько хорошего для людей делаете. И делали. Прекрасный человек. Что вы на себя говорите? У меня просто было две очень, скажем так, серьезных события на режиссере, которые на меня повлияли. У меня было очень сильно, наверное, самооценка. Нет, не за это. Нет. А вы знаете, что такое? Я знаю. А вы не знаете, о чем я говорю. А я вам скажу. Ваша низкая самооценка, она вообще не с этим связана. Она связана с тем, что в прошлой жизни, когда вы уходили из жизни, вы оставляли тело, вы очень сильно были в себе разочарованы. И в каком бы психическом состоянии человек не уходил из жизни, в таком он не рождается. И вы родились в этом состоянии, что вы не удовлетворены собой. Вы родились в этом состоянии. Это ваш физический тонус на всю жизнь. Это тонус жизни вашей, понимаете? Это же ужасно. Что с этим делать? Вот. Теперь вы поняли, что это вообще не ваши поступки, которые вы совершали в этой жизни. Это просто экзамен всей жизни. То есть в каком бы состоянии человек не уходил из жизни, такое состояние он получает на всю жизнь, а потом на следующую. И вот поэтому надо постоянно себя уводить из этой идеи, что я плохая. Кто вам сказал, что вы плохая? Вот кто сказал? Ну, мне кажется, что вот это состояние привлекает это событие в моей жизни. Это кажется, что вы плохая. Это кажется, что вы плохая. Вам просто кажется. А вы просто замечательный, на самом деле. Прекрасный человек. Идите сюда, я вас буду кормить конфеткой. Вы знаете, как заткнуть рот? А? Вы знаете, как заткнуть рот? А? Вот у меня вторая. Почему я не испекаю? Вот я вам даю счастье в моей конфетке, счастье. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо, что дали возможность высказаться. Я не дал высказаться, я вам пытаюсь поменять внутри. Вы запрос дали поменять внутри. Я вам сейчас даю, а вы не можете принять. Вы сразу ругаться на меня начали. Почему? У вас не хватает силы внутренней принятия. Вот знаете, есть люди, которые отдавать не могут, а есть люди, которые не могут принимать. А вы дышите глубже просто. Старайтесь принимать. Вот я вам говорю, вы очень хороший человек. У меня есть много подтверждений. Всю лекцию придется об этом говорить. Вы очень хороший человек. Видите, вы не можете, вы сразу сопротивляетесь. Нет, я плохая, плохая. А я говорю, хорошая. Она смотрит на меня внимательно, очень думает. Он обманывает. А я не обманываю. Она смотрит. В чем прикол? Никакого прикола нет. Вот, пить и не может она. Вот в этом все проблемы. Ну просто, ну хорошо, что если я приношу благу людям, я бы хотела и рада принести еще больше. Но хотелось бы тогда при всем при этом, наверное, страдать меньше. Мне почему-то кажется, что во мне что-то такое сидит, что разрушает мою жизнь. Ну или отгоняет других людей, скажем так. Да. Не знаю, как это было. Доберактивность. Что-то такое. Я знаю. Я знаю. Мысль. Разочарование в себе в момент смерти в прошлой жизни. Вас сидит. И это разочарование в себе вы не можете перевалить. И вы идете путем подтверждения этого факта. А надо, наоборот, его отвергать. Это более тяжелый путь. Это тяжелее так делать. Но это не самовнушение. Вот эта идея, что я хорошее, я хорошее, она не работает. Надо оценивать правильно свои поступки. Вы говорите, я ничего хорошего не сделал. Я говорю, что вы делали хорошее. Вы должны это понять. Признать этот факт. Ну, допустим, я прочитал лекцию. Люди мне говорят, Олег Геннадьевич, лекция прекрасная. Я могу внешне сказать, да ладно, какая она прекрасная. Ну, при этом я знаю. Или девушка смотрит на себя в зеркало. Она такая думает, ой, господи, какая красивая она. Это так надо, чтобы вы понимали. Ой, какая красивая. Ну, какого же дураку я достану? Вот. Вот так она смотрит на себя в зеркало. Думает, такая красивая, это так надо. А потом ей скажет, ты такая красивая. Она скажет, да, я не знал. Ну, это нормально. Скромность не помешает человеку жить. Но если человек не понимает то, что он делает, то как тогда жить? Если человек не может оценить, потому что у каждого человека есть божественные качества. Вот у женщины есть божественная природа женская. Бог вам подарил божественные качества. Вы их знаете? Вы добрый человек, вы знаете об этом или нет? Вы заботливы, вам нравится помогать людям, вы знаете об этом? Если вы об этом ничего не знаете, тогда как можно жить вообще? Вы все время думаете, я мало помогаю, надо больше. Почему мало? Нормально. Вот так надо, надо успокоиться. Чего вы себя травите зря. Примите себя, принимайте себя. Это не означает гордость, да? Это гордость, это когда ты что-то придумываешь. Но если удовлетворенность от поступка пришла, удовлетворенность сердца пришла от поступка, разве это плохо? Человеку нравится его жизнь. Есть такая песня. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли и равнина морская. Мне известно давно Бескорыстная дружба мужская. В свете каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. В жизни ты знаешь, что это такое. Понимаете? Разве плохо? Пойдете чудесно. Все вперед. Вот так живем. Правильно оцениваем все, что мы делаем. Трезво воспринимаем свою жизнь. Трезво. Если что-то хорошее, значит хорошо. Если что-то плохое, можно себя поругать. Есть такое мнение, что раскаяние означает биться башкой об стену. Раскаяние – это процесс познания. Человек почему плохо делает? Он не знает, зачем делать хорошо. Человек, допустим, сделал что-то плохое. Он сказал себе, я сделал плохо. Один раз он сказал. Потом десять раз сделал хорошо. Второй вариант. Один раз сделал хорошо. И десять раз сказал, что я сделал плохо. Так зачем мне это нужно? Что, сидите себе убивать себя что-ли просто? Ну, сказал я плохое, и дальше стань хорошим. Вот вы делаете, занимаетесь вот этим вот. Я плохая, я плохая, я плохая. Надо просто делать добрые дела. Один раз сказал, я плохая. Хватит. Я просто оцениваю по результату отношений других людей, может быть. Тогда вопрос, почему-либо я таких людей привлекаю? А вот хорошо. Это тонус вот этот вот. Тонус психический. Когда на человеке вот такая печать, что я такая, я как бы, я такая плохая печать. Вот. Ну, тогда приходит человек в твою жизнь, который будет тебе говорить, да, плохая, плохая, да, плохая. Вот. Почему? Потому что одно притягивает другое. Так действует судьба. Ну, не надо поддаваться на это. Ну, допустим, притянул такого человека. Нет, я хороший. Ну, был хороший человек, я все равно шла. Занчик подпрыгивает к лягушке. Он говорит, что ты такая скользкая и вонючая? Лягушка такая улыбается, говорит. Я на самом деле мягкая и пушистая. Просто сейчас я болею. Понятно? Не поддавайтесь. Не поддавайтесь. Будут стараться. Да, будет судьба испытывать вас. А вы не поддавайтесь. Мне кажется, просто уже рубцов очень много от этой судьбы. Как-то прям уже на последнем истохе. Конечно, уходишь в аскезу, чтобы это как-то немножко помогало останавливать силы. Но прошлое, на него сложно глаза закрыть. Хотя, вроде бы, всем все простил, все отпустил. Но что-то остается, наверное, что приводит к тому, как... Ответьте на Ваши вопросы. Можем. Спасибо большое. Нужно идти дальше. И дальше. И выбора нет у нас. Нет выбора. Я знаю. Надо только любовь. Надо только любовь. Только, когда ты чувствуешь любовь Бога, Его заботу, Его любовь, понимаешь, что эта жизнь нам дана как служба, как учеба, надо продолжать учиться. В любом времени мы, если искренне здесь будем учиться, Бог даст более высокую жизнь. Кроме Земли, есть столько высших планет высоких, которых много счастья. Здесь много страданий. Надо продолжать. Я знаю. Извините за новость. Я спрошу, если я могу. Маленький, короткий вопрос. Очень маленький. У меня просто ребенок инвалид. У него тяжелым станок стало. Вот видите, она говорит, а я плохая. У нее ребенок инвалид, сколько лет? Вы заботитесь о нем уже? Один с половиной. Ей надо памятник при жизни прямо ставить. Ребенок инвалид, она заботится один с половиной лет. Муж есть? Муж есть? Нет. Муж живет с подругой. Вот смотрите. Она говорит, я плохая. Муж живет с подругой, ребенок инвалид, 11 лет, она заботится о нем. Давайте похлопаем человеку вас. Все считают вас хорошей, все люди вот здесь сзади. Ну, нет, папа тоже у него хороший, у бывшего муж. Да, он хороший, просто бросил жену, с подругой живет, а там хороший. Нет, он отличный отец. Отличный человек вообще, супер. Ну, ребенок у нас, да, как бы, к счастью, пользуется страной, и я хотела спросить насчет, да, моей точки. Просто, к счастью, система все и дает. Я просто не знаю, что я могу сделать еще со своей стороны. Ну, вот смотрите, если ДЦП, аутизм, это всегда блок на пятом психическом слой. Вот, а надо мои лекции послушать, если ребенок может длительное движение совершать, надо совершать. Если он не может, можно делать ванны, то есть, один день, допустим, 28 градусов, 70 минут лежать в воде в такой прохладной, это статическое напряжение убирает, 70 минут все пять слоев чистится водой. А другой день, допустим, через 3-4 дня, можно делать ванну, 36 градусов, 38, до 38, в зависимости от, как ребенок будет воспринимать. Несколько килограмм соли туда положить, соленая вода такая горячая, будет динамическое напряжение убираться. Я не могу сейчас все это подробно объяснять, это очень долго. Это надо целую лекцию рассказывать. Но если вы будете две эти практики совершать, то пассивно, с помощью вот этих нагрузки водой, будет очищаться психическое тело вашего ребенка, и он будет постепенно восстанавливать свой интеллект. Спасибо большое. Она купаться любит, это будет хорошо. Да, конечно, она будет любить, потому что это снимает ее напряжение. Дети-аутисты, ДЦП, это напряжение. И оно снимается с помощью факторов природы, вода, солнце, свежий воздух, деревья, энергии земли, снимает. И аскезы. Если человек может такой, у меня есть одна знакомая, она с детства ДЦП. Она вот так еле ходит, у нее ноги согнутые, такие сколюченные. Вот. Ей сейчас где-то лет 40, и она начала длительное движение совершать. Несмотря на это, ей тяжело ходить, она ходит, ей все лучше, легче, легче жить становится. Она блоки прочищает, и у нее организм начинает лучше работать. Можно специальные приспособления для длительного движения таким детям. Есть такие аппараты, что только руками долго можно двигать, только ногами можно долго двигать. Вот, допустим, велотренажер, такой сидишь вот так вот ногами, и тоже очищается организм. Четыре часа непрерывного движения все пять своих очищают. Раз в шесть дней, если делать такую практику, то любой инвалид постепенно в нормальном состоянии. Ладно, мои хорошие, уже у нас время пришло, все собрались, будем общаться. Вопросы завтра тоже перед лекцией можно, после лекции я раздам цветы, конфеты, мандарины. Всех накормлю, и потом можно меня подушить немножко тоже вопросы. Спасибо.